30 марта в Твери прошло заседание регионального правительства. Повесткой дня на этот раз стала стратегия духовного и нравственного развития подрастающего поколения. О том, как строится работа по воспитанию и развитию молодежи Верхней Волжи, о результатах и планах, расскажет Валерия Королева. Как говорят педагоги, для того, чтобы вырастить гармоничную и социально ответственную личность, необходимо создать простые условия. Это образование, воспитание и сложенная работа одновременно нескольких специалистов и организаций. Личностный рост этого вопроса довольно сложно, как проследить, но он может происходить в деятельности. Деятельность организовывает не только школа, но и другие социальные партнеры. В первую очередь, это дополнительное образование, это могут быть фабрики, заводы, почта, социальные службы. Это будет не только интересно, но и полезно для молодежи, считают специалисты. Главное в этом вопросе дать возможность выбирать. Сегодня у нас огромное количество организаций представляет огромное количество мероприятий и событий. Важно дать им показать возможность реализовать себя в той или иной сфере. Мы даем выбор, самое важное ребятам, где им реализовываться. Им же нужно дать профориентацию, выбор к реализации своей личной. Поэтому вот этот выбор мы и даем. Это, наверное, ответ на главный запрос ребят. Стратегия нравственного воспитания включает в себя и повышение качества обучения учителей. За 2018 и 2020 годы квалификацию повысили свыше 3000 педагогов. Более 5000 приняли участие в семинарах. Специальный модуль прослушали студенты педагогических колледжей. Но помимо образования, не менее важную роль играет и воспитание. Духовно-нравственное воспитание, как и любое воспитание, это очень сложный, уникальный процесс, отличающийся от обучения. Где обучение достаточно много из измерителей. Это всякие экзамены ОГЭ, ЕГЭ. А воспитание – это та сфера, где эффективность проявляется через действия и поступки ребят. Где трудно найти измерительные инструменты. Программа воспитания юных граждан включает и различные массовые мероприятия. Например, уроки милосердия, живые уроки в формате экскурсий и ряд других. Работают родительские клубы и семейные гостиные на базе учреждений социальной защиты населения. Создано объединение для поддержки семей в непростой жизненной ситуации. Столичные специалисты дают высокую оценку развития стратегии духовно-нравственного развития в 2018-2021 году в Тверской области. Второй год работаем по апробации примерной программы воспитания для школ. Тверская область была одним из активных участников этого процесса. И на самом деле нам приятно работать с вашим регионом, потому что здесь работают заинтересованные специалисты, которые принимают участие во многих наших проектах. И это очень здорово. И поэтому это один из тех регионов, на которых мы всегда стараемся опираться. Современные проблемы требуют современных решений. Сегодня на сознание молодежи имеет огромное влияние виртуальное пространство. В скором времени местом притяжения молодежи станет не подъезд, а новая современная площадка на базе бывшего троллейбусного парка. Вчера запустили проект. Сегодня он тоже звучал на сознании правительства. Это создание некоммерческой организации. Называется «Тверской вектор». Планируем создать центр молодежной активности, где в том числе уже молодые блогеры могут собираться. И будет такая площадка для начинающих блогеров и тех, кто будет участвовать в воспитании, в создании так называемой воспитательной среды для нашей молодежи. Воспитание гармонично развитой социально ответственной личности возможно только на основе духовно-нравственных ценностей и традиций нашего народа, считает губернатор. Вместе с тем развиваться молодежь должна в привычных современных реалиях. Также с 2021 по 2024 годы в школах появятся воспитательные программы по различным модулям, включая профориентацию. Особое внимание изучению истории родного края, культуры и традиций.